Всем в тренде! Да, сегодня не воскресенье, и да, я опоздал на один день с выходом ролика, но у меня на это есть важная причина. Я переехал в Питер. У вас здесь, конечно, очень холодно по сравнению с Украиной, но ничего, я снова в работе и готов вас радовать новыми роликами. Сегодня мы обновим наш плейлист лучшими рэп-новинками прошлой недели, а также обсудим самые громкие новости. Хочу вам сразу напомнить, что все новинки одним плейлистом вы сможете найти в нашей группе ВКонтакте по ссылке в описании. Ну а мы начинаем. Самый громкий фрешмен прошлого года Juicy World показал просто нереальные результаты, которые даже не подвластны тем, кто крутится в чартовом колесе уже долгие годы, наконец-то представил на этой неделе свой новый релиз. Альбом включил в себя аж 22 композиции, из которых всего 3 фита, а остальное чисто сольные работы. Тематика альбома, как всегда, про любовь, переживания и чувства. Советую послушать релиз целиком, но я, как всегда, отобрал для вас 3 лучших, на мой взгляд, композиции из альбома. Самый необычный и неожиданный коллаб вышел на этой неделе, где на одном треке мы можем услышать русского исполнителя Ти-феста и рэпера из Флориды, Лил Той. Но, как мы знаем, еще давным-давно был заявлен именно фит этого исполнителя с фараоном, который все ждали. Но вышел в итоге клип и трек с Ти-фестом, что крайне странно. Кто не видел изначально, как выглядел этот клип, я сейчас покажу. Да, клип они пересняли. Дописался Ти-фест, но сам куплет Лил Тойя никак не изменился. Но Ти сделал, как всегда, в своем стиле. Звучит это все интересно и классно. Много знал, наконец-то выпустил новую композицию. Долго, очень долго фан-база ждала новых работ от Максима. Новый трек немного отличается по стилю от предыдущих работ. Много знала, но это все так же звучит очень атмосферно и расслабляюще. Ждем нового релиза. Ну а пока что советую всем полностью послушать и погрузиться в этот трек. А теперь самое, самое и еще раз самое громкое событие этой недели. Первый класс, тот самый первый класс вернулся в рэп-игру со своей новой композицией под названием Неинтеллектуал. Почему это событие самое громкое? Да потому что 8 лет, целых 8 лет назад мы слышали последние новые композиции от класса. Когда вышел в 2011 году релиз Твою мать 2 совместно с Царем. И все, целых 8 лет не было никаких новостей данного исполнителя. Его треки еще на то время опережали весь русский рэп по технике. Там были панчи, биты, которые меняли звучание. Разнообразные фловы, конечно же, именно первый класс был у истоков батл-рэпа на русском. Ведь биф первого класса, Царя Ишока с Диссаром можно назвать первым версусом, где были высказывания по фактам и сильные панчи. Новый трек Артема до сих пор звучит актуально. Строчка «Ты хайпанул» и все за бабки творить готов, но сила не в деньгах, а в правде Данил Багров описывает прям всех современных рэперов. Ну что ж, ждем заявленных 3 альбома. Один от Царя, второй от класса и совместный Твою мать 3. Я очень рад возвращению Артема в рэп-игру и надеюсь, что он сможет еще нас удивить. Первой шоке было похуй на профит, мои рифмы достают ножи и режут этот бит. Вылез катаком, первый не забыт, в реп не носит кучи, сука, кончу файсу на язык. Мой белый хвост, где-то метр перерос, я кончу, суки, в анусы, смертельный передоз. Какой-то генобосс, на раз, на два, в череп, первый старой школы, 2-2-0-9. Но хочу вас и расстроить, ведь Артем заявил, что альбомы возможно, выйдут, а возможно и нет. И музыка не будет доступна на площадках, ведь ему все равно на заработок. Что странно, ведь я помню, что именно опустил руки он после того, как провалилась продажа дисков с его альбомом Сик-класс в 2009 году. Когда кто-то один купил диск и сразу слил его в сеть. Поэтому непонятно, важен ему заработок или нет. Покимин продолжает активно сливать в сеть свои неизданные работы. На этот раз он слил в свою группу в Телеграме вторую часть песни «Твоя сука хочет плакать» или по-другому «Свиноферма 2». Неизвестно, будет ли выход трека на официальных площадках, но звучит он действительно круто. Лил Кристал продолжает радовать своих фанатов качественным трэпом и на этой неделе представил новый трек под названием «Факбой». Скриптонит, 104-й, Вандерфилл и Ригас, да-да, он оказывается никуда не пропал, засветились на одном фите. Трек получил название «Синца Мила» и судя по припеву это имя девушки. В целом песня звучит хорошо, все в стиле скрипи, но вот как-то не цепляет. Наверное из-за такого разнообразного состава. Был бы здесь только 104-й скрип, было бы круто. Никаких пошлостей, она сделает нехорошо, залечив по возможности, чтоб минуты тянулись подольше, я снова зажег и идет и крошит стиль. Ее зовут «Синца Мила», она умывает боль моих мыслей, огонь в паре, ты с ним кружишься, кружишься, ты с ним кружишься. Также на этой неделе Скриптонит дробнул еще один новый трек и даже клип, только уже от имени второго своего проекта группа Скриптонит под названием «Подруга». Крутейший клип. Девочка, которая сыграла главную роль визуализации, справилась с ней просто отменно. А смысл песни клипа состоит в том, что если ты будешь открыт для всех подряд, имеется ввиду дружба, секс, общение и так далее, то в итоге останешься вовсе один и никому не интересен. В данном клипе был взят образ вызывающей нимфоманки, который готова была дать всем подряд, но в итоге стала никому не нужной. Классная работа, советую обязательно к просмотру. Дензел Карри и Чарли Хёрд выпустили новый бенгер под названием «Алоха». Очень классная работа, инструментал крутейший, а Дензел, как всегда, взял и поймел его в своем стиле. 8 марта очень-очень много рэперов дропнули свои новые работы, посвященные этому дню, в том числе и участник Booking Machine Томас Мраз. Правда, трек не сольный, а является фитом. Джонни Бой, наверное, понял, что лирика уже не особо популярна и решил делать батл рэп, записав опять некий диск на фрешманов, где есть отсылки на Лил Пампа и других исполнителей. Мне понравился клип, именно идея с трамваем и самосъемка очень качественно сделана. А вот трек, ну, вроде бы и бенгер, а вроде бы чего-то не хватает. Напишите в комментариях, как вам данная работа. Это не рэп, если нету японов, если нету лимонов, летящих на сцену и нету там Джона, если нету лимона, в кармане нету лимона. ATL'а мы могли слышать в последнее время только на коллабах, и на этой неделе, что вы думаете? Да, вышел опять коллаб, в котором принял участие ATL, Катит и Хорус. Музыка долбит, это мой допинг, да она как найки, я их угробил. Жизнь доебется, как тупой гопник, гнусно смеясь, как будто бы гоблин. По боку мода, похеру спорт не... Коллега с Криптонита Доус и Энди Панда Каэншпиль выпустили в честь 8 марта совместную композицию под названием «Танцевала». Это достаточно экспериментальная работа, но могу сказать, что эксперимент удался, ведь песня звучит ненавязчиво и очень качественно. Беру тебя за руку, ебану латуком. Любим мы или нет, ответим перед Богом. Детка, делай ля, делай танец, растопарив. Кстати, хочу вам рассказать про еще одного очень классного фрешмана, который не боится делать эксперименты и звучит очень интересно. В песне может меняться бит несколько раз, в каждом треке присутствует своя неповторимая атмосфера. Также данный исполнитель все биты делает сам. Советую обязательно послушать полностью его альбом, ссылку на который я оставлю в описании. А также, совсем скоро у него выйдет очень сильная работа, которая точно тебе понравится. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ссылка на группу фрешмана ВК будет в описании. Ну а мы продолжаем. Жак Энтони заявил нам, что 15 марта мы сможем услышать от него новый бэнгер. Но в итоге трек вышел 8 марта, из-за того, что Жак захотел сделать подарок всем девушкам. Ну и давайте обсудим лучшие клипы, которые вышли за эту неделю. Скарлорд уже на этой неделе выпустит свой долгожданный альбом. Ну и чтобы подогреть интерес к предстоящей пластинке, он выпустил новую визуализацию. ЧТО ТО ФАНЁТ! 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 Кизару экранизировал трек со своего крайнего релиза под названием Fish Scale, что на сленге переводится как кокаин высшего сорта. Лил Памп также не перестает радовать своих слушателей новым материалом. В этом году он уже успел выпустить 3 клипа и сольный альбом, но не стоит расслабляться, ведь на прошлой неделе вышел новый клип на старенький трек, правда под названием Instagram. LJ в честь праздника 8 марта и день рождения своей девушки Насте Ивлеевой сделал небольшой подарок в виде клипа на песню California. Ну а на этом все, напоминаю, что все новинки одним плейлистом вы сможете найти в нашей группе ВКонтакте, а также подписывайся на наш инстаграм в тренде ТВ. Там вы сможете найти интересные подборки, узнать новых фрешманов, а также обновить плейлист с треками дня. Ну и конечно же подпишись на наш канал, чтобы обновлять плейлист вместе со мной каждое воскресенье. Субтитры сделал DimaTorzok